Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных, знаменитых, а иногда и не знаменитых, художников. Джон Кольер, английский живописец, портретист, один из представителей прерафаэлитизма, обучался в живописи в Мюнсенской академии. Английский живописец, писатель, представитель прадства прерафаэлитов, известен как портретист и автор жанровых сцен, призывающих к добропорядочности и нравственности. Самые известные его картины посвящены мифологическим и историческим темам. Актуальные сюжеты, романтический стиль, живописи, идеализированные и чувственные женские образы сделали его популярным художником второй половины XIX – начала XX веков. Я пользуюсь в Википедии, то, что я нашел в интернете. Один из успешных, известных художников «Братство прерафаэлит». Этому способствовало все его окружение. Благополучное детство, поддержка родителей, личная амбиция. Его работы вызывали интересы и понимание современников. Но не менее они привлекают и современных зрителей своей утонченной эстетикой и захватывающими сюжетами. Отец будущего художника, помимо основной деятельности, увлекался живописью, был членом Королевского общества британских художников. После четырех лет обучения Кольер отправился в Германию изучать немецкие и французские языки. Он обучался дипломатическому делу в старейшем учебном заведении Ильдербергском университете. Но в возрасте 25 лет поменял свой выбор, стал учиться на живописца Мюнхенской академии художеств. Продолжил свое художественное образование в лондонской школе Слейда под руководством Эдварда Пойнтера и в Париже, обучаясь у Жана Поля Лорана. Отец не противился этому выбору. Молодой Кольер искренне восхищался работами Альматемы и Милли и считал себя их последователем. Английский писатель и художественный критик Поллок писал воспоминаниями о художнике, что даже внешне он работал в манере Милли. При написании портретов устанавливал хвост бок о бок к модели, внимательно всматриваясь в натуру и расхаживал взад-вперед, чтобы максимально точно передать личность изображаемого. Кольер был тесно связан с профессором Томасом Генри Хаксли, который получил прозвище «Бульдог Дарвина» за то, что был приверженцем модной и осуждаемой в то время дарвинистической теории. Женился на его дочери Мэрион, художница, тоже обучавшаяся в школе Слейда. У пары родилась дочь Джойс, которая впоследствии также стала заниматься живописью. Мэрион, его жена, была вынуждена восстанавливать свое здоровье после родов в Париже, но ослабевшего она подхватила пневмонию и умерла в 1887 году. Два года спустя Кольер уезжает в Норвегию и совершает ряд хитростей, чтобы жениться на сестре покойной жены Этель. Также художницы-миниатюристки. В Англии такие браки заключать было запрещено до 1907 года. У Этели Джона родилась дочь Джон и сын Лоуренс, который был впоследствии послом Англии в Норвегии. Был принят зрителями и критиками, коллегами, быстро построил свою карьеру, став одним из основателей Королевской академии художеств, а затем и ее вице-президентом. Кольер становится членом Королевского общества живописцев и Королевского общества портретистов, где были выставлены его 165 работ. В 1920 году его награждает орденом Британской империи. Репродукции с портретами, историческими и драматическими сценами Кольера распространяются по разным городам и странам. Писательская деятельность занимает отдельное место в жизни Кольера. В 1882 году вышла первая теоретическая работа художника «Учебник по искусству». Четыре года спустя он издает еще одно письменное произведение руководства по масляной живописи, где в деталях раскрывает особенности живописного искусства. Среди его заказчиков вся британская элита. От крупных политиков до ученых и писателей Кольер создает портреты Георга Пятого, Киплинга, Чарльза Дарвина, Альма Тадемы, знаменитых актеров и актрис театра правителей Индии и Непала. Женщина – главная героиня работ Кольера. С истинно первоэлицким рвением он изображал прекрасных неземных женщин, влекущих к себе своей чувственной красотой. Его героини необычно женственны, но при этом каждая из них отличается особой судьбой, силой и даже властью. Произведения Кольера находятся во многих городах и странах. Они хранятся в Лондонской портретной галерее, в галерее Тейт, в Париже, во Флоренции, а также в частных коллекциях по всему миру. Умер Джоан Кольер в 1934 году в возрасте 84 лет. Ну вот, пожалуй, и все, что мне удалось найти о художнике Джоне Кольери, английском живописце, писателе, одним из известных представителей братства прерафаэлитов. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok